Приветствую вас, аноним. Я буду, наверное, называть вас так, аноним, потому что, ну, вашего имени нет. Я прочитал ваш текст, прочитал ваш вопрос, который вы задаете, и я думаю, что, конечно, вам хочется разрулить всю эту ситуацию, что действительно нам хочется. Я думаю, что я понимаю вас, я думаю, что ваше желание вполне естественно, вот, но есть определенные сложности, есть определенные трудности, которые мне, кажется, нужно вам с собой самой собой разрешить, и тогда-тогда вы сможете лучше выстраивать отношения с мужчинами. Не важно, с этим мужчина или с кем бы то ни было еще. Итак, два месяца назад я познакомился с парнем из другой страны и города на сайте знакомств. Аноним. Вам может показаться, что я определяюсь к вам, а может так показаться, что я определяюсь к вам, но... из моей практики люди никогда не знакомятся на сайтах знакомств просто так. То есть человек не приходит на сайтах знакомств и не говорит, я хочу познакомиться, просто потому что мне нравится. нет. Зазнакомство к себе привлекает людей с неудачным опытом отношений. И в вашем случае это связано с тем, например, что у вас же есть мужчина, который до сих пор вам пишет, который до сих пор вас заинтересован и которому вы отказываете. Я не хочу сказать, что ваши отношения они не завершили. Я не хочу так сказать. Но я хочу сказать, что возможно они еще как-то горят. Ваши отношения. То есть вы почему-то не захотели выстраивать отношения мужчины, следующим мужчинам своим в естественной среде, скажем так. Вот почему-то вы этого сделать не захотели. Я не говорю, что вы должны, но вы не захотели. И у этого, у того, что вы не захотели, есть конечно же свои причины. Да? То есть вас вот что-то привело в заинокомство, на заинокомство вас что-то привело. И нужно хорошо, на мой взгляд, хорошо разобраться с тем, что именно привело вас на заинокомство. Понимаете? Потому что если, 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 а вы, например, не будете знать, что вас туда привело, что вас привело на заинокомство, то будут определенные проблемы у вас в дальнейшем. Вне зависимости от того, вне зависимости от того, как будут складываться ваши отношения с текущим молодым человеком. То есть я бы очень хотел, чтобы вы на это обратили свое внимание. Вот. Это важно. Правда. Очень важно. Дальше. Значит. Так. Он приехал работать сюда по Гамбрагду, здесь три месяца, сгазался на три года. На первом свидании подалебный красивый букет из белых роз, позвал на уйд, позвал на уйден в хороший ресторан. Я внимательно слушал, что-то говорил о себе, мне было очень интересно. Вот здесь у меня возникло такое строгое ощущение, что вы человека знаете как, вот как будто фильтруете. То есть как будто вы ведете некий отбор мужчин. Да. То есть на первом свидании слушать про то, что рассказывает о себе человек, и это вам было очень интересно. Ну это, на мой взгляд, это довольно акцентированное, акцентированное точнее восприятие. То есть вы, вот как будто пытаетесь, пытались или пытаетесь что-то, что-то для себя увидеть в этом. Понимаете? Вот. Ну просто что-то для себя, что-то, что вот, что, ну, что вам нужно. Понимаете? Это, как сказать, при вашем типе построения отношений, это очень важно. Это создаёт сверх мотивацию быть человеком, к сожалению. Так, значит, почему вам было очень интересно всё, что про него, всё, что с ним связано? Он показался мне приятным и интересным, мне было хорошо с ним проводить время, он часто дарил цветы. Ну и тут вы говорите о том, что мужчина, по сути, проявлял к вам внимание. И это внимание, которое он проявлял к вам, оно сыграло свою роль. В том смысле, что для вас это важно. То есть такое ощущение, что вы начали влюбляться в то, как он к вам относится. Вы начали влюбляться, по сути, в себя, в то, как он видел вас, и то, что он делал для вас. Так, я начал рассматривать его как потенциального пата. Да. Вот здесь ещё один момент. Как потенциального пата. То есть вы отношения свои пытаетесь выстраивать, ну вот на таких аспектах, да, на таких элементах вы пытаетесь выстраивать. То есть вы пытаетесь выстраивать отношения по какой-то, может быть, предопределённости. Вот так вот. Так это работает, судя по тому, что вы пишите. То есть нельзя кого-то воспринимать как потенциального. Парни, нельзя, это не получается, не получится. Потому что потенциального парня нет. Есть либо парень, человек, которому вы испытываете какие-то чувства, либо вам на человека просто плевать. Как бы так. Но в вашем случае ситуация явно с вам не плевать. Но вы боитесь это признать. Опять же, вы просто боитесь признать. На мой взгляд, как это мне видят. Ну вот, ну вот, чисто она, с моей, с моей точки зрения. Вот. Как это видно. Дальше. Так. Эм. Он старше меня на восемь лет. Ммм. Мы до этого еще найдем, но ваш выбор того, что, ваш выбор мужчины старше вас, он вид не критичный. Восемь лет это не так много, но есть ощущение при прочих равных условиях, что вы себя, вы не позволяете себе эмоции. То есть, есть ощущение, что вы такая, вы знаете, эм, пытаетесь казаться, да, пытаетесь казаться, или, эм, или кажетесь, эм, взрослее, чем вы едете на самом деле. Вот. Я не берусь утверждать этого наверняка сейчас. Ну, потому что все-таки информация о вас маловато. Вот. Ну, 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 мало объективной информации, чтобы вы себя предоставили. Но, мне кажется, что не scout она опытно рассказывает, что люди, которые выбирают мусин, эм... Ну, вообще, как я думаю, вообще, как-то, которые выбирают партнеров. Старше себя. да? На, ну, какое-то вот количество, на какое-то количество лет. Вот, эти люди, они в той или иной степени склонны подавлять, подавлять свои какие-то чувства, да. На свои призывания. Вот. И тогда, это значит, что человек для таких людей становится своего рода, ну, скажем так, громадворным. Становится человек. Вот. И таким вот, знаете, свой родом трансферам, с помощью которого человек получает, получает, позволяет себе то, что он себе, сам по себе не позволяет. То есть, происходит перенос. Если человек, например, взрослый, излишне взрослый, как вы, как вы, то с кем-то эти эмоции раскрываются. Более, опять же, форсирован. Так. Значит. Так. Ужин или просто хорошо проводили время, даже приглашал к себе, готовил мне ужин и не приставал. Вот. Вот. Знаете, тема приставания, она вообще, как-то у вас очень сильно присутствует. То есть, какое-то внимательное отношение к сексу. Вот. Какое-то особенное отношение к сексу. То есть, периодически вы говорите, вот он не приставал. Даже не хотел секса. Там, не требовал секса. То есть, как будто бы у вас есть некий негативный опыт, связанный с тем, что от вас требовали секс. И такое ощущение, что вы как будто, не знаю, как будто боитесь, вот, ну, постоянно боитесь, что вас будет как-то, ну, к сексу прониздать, или что-то еще. Опять же, я не могу, наверное, не могу на сто процентов быть уверенным в этом, да? Но вы в своем тексте три или четыре раза упоминаете, что к вам не приставали. То есть, для вас это прям вот пунктик. И даже когда вы говорили, ну, даже когда вы сказали, что у вас в сердце был секс, даже когда вы сказали это, а, все равно, все равно, он даже ко мне не приставал, не приставал. Вот, ну, хочется вас спросить, а вы видите, ну, вы видите, вы видите, что-то плохое в том, в том, вот, в том, что к вам приставил? Если да, то, а что вы видите в этом плохого? Почему вы считаете, что это плохо? Ведь если, ну, мужчина пристает, это значит, что, это значит, что, что у него есть к вам чувства, это значит, что у него есть, ну, он вас хочет, и что в этом, что в этом плохого? То есть, ну, вот, эта позиция, она, на мой взгляд, просто немного, ну, просто немного странно. Просто немного, немного странно. Ее бы нужно разобрать, то есть я с этой точки зрения. Дальше, значит, эээ, он часто говорил, чтобы я стал начинать, что ему не нужен секс, но это, это не серьезно, да, то есть, чтобы, что-то нужен, но, чтобы это не главное. А вот тот, что не нужен секс, ну, это, мне кажется, он, это неправильно. Эээ, ему хочется не быть одиноким и заснуть с кем-то обнявшись, обнявшись. Ну, вы знаете, опять же, эээ, здесь вот, когда человек, эээ, примерно так, эээ, ну, как бы, себя презентует, да? Эээ, волей-неволей всегда задают, ну, как бы, задающий вопрос, ну, вот, а почему ты чувствуешь себя одиноким? То есть, почему ты, вот, почему тебе не хочется, эээ, хочется заснуть с кем-то? Получается, что, 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 что я тебе нужна, только для того, чтобы со мной заснуть. Ладно, там даже не для, не для секса, хорошо. Но все равно, все равно это использование. Получается, как бы, эээ, вот, эээ, эээ, это важно, на самом деле. Это очень важно. Но это то, ээээ, что вами, опять же, ээээ, никак не замечается. То есть, вы, как будто не замечаете того, что человек уже на этом этапе, на самом деле, по сути, вас использовал. Потому что он хочет, чтобы, вот, ему было с кем заснуть, эээ, заснуть, да? Эээ, дальше, значит, ээээ, я не верил, что так может быть. Ээээ, вот, оба что именно вы не верили, почему вы не верили? Эээ, и правильно делали, что не верили. То есть, вам отношение к этому, эээ, желательно изменить. Эээ, я считал его умным, интересным мужчиной. Он часто ездит на регаты, капитан, здесь работает начальником в продаже. Очень широкий кругозор, ведет себя достойно. Ну, вот, опять же, да, что такое достойное поведение? Достойное поведение, когда мужчина, там, к вам не подстает. Ну, что плохое в доме, если мужчина подстает? Иди к девочке, которая ему нравится, которая привлекает его сексуально, да? Вот. Для вас это имеет какое-то отношение. То есть, вы как будто вот это подавляете, да? Вот это вот себе подавляете, и вы хотите, чтобы другой подавлял тоже. Ну, мужчина, например, например. Это вы считаете достойным. Хотя, достойным является поведение искреннее. А искренность всегда это чувство. А чувства, ну, они есть у всех людей. То есть, если мужчина объективно, там, он свободен, он один, да, какое-то время. И рядом с ним девочка, он, ну, не так иначе, он ее хочет. Это нормально. Тут, ну, типа, взрослые же люди. Эээ, дальше. Значит, так. Эээ, мне всегда канала, что он кто-то не наговаривает. Эээ, потом он сказал, вернее, я вытащил из него, если он был женат. А зачем вы вытаскивали из него? Раз. Второе. Ну, не наговаривает. И что? Зачем вам это знать? Опять же, вы знаете, друг друга не так много, и человеку, вполне вероятно, нужно время. Для того, чтобы раскрыться. Вот. А вы такое ощущение, что хотите узнать, хотели и хотите узнать все и сразу. Вот. Эээ, значит, я вытащил, что он, эээ, уже был женат и якобы развелся восемь месяцев назад. И про детей не говорил, типа, зачем это тебе. Ну, я опять вытащил эту информацию. Зачем, опять же. Зачем? Зачем вы вытащил? У него двое детей, которые остались в Питере, по которым он встречает. Жена от него якобы ушла, сказала, что разлюбила. Сказала, что разлюбила. И он теперь никому не верит. Еще год, ну, еще и год назад у него умер брат. От несчастного случая я хотел спросить, как, но он не отвечал. А зачем? Ну, зачем вот это расспрашивание, да? То есть, есть ощущение, что вы делаете это для себя. Есть ощущение, что вы поступаете так, как бы, для себя. Вот есть такие ощущения у меня. Я очень запереживал ему. Возможно, и запереживали. Но, как бы, дальнейшее показывает, что вы эту информацию, которую вы получили, в той или иной степени использовали против него. То есть, да, понятно, что он был с вами нечестен. Но, как бы, это нормально, учитывая, что ему... Сколько? Ему восемь лет. Старше вас. Значит, ему тридцать четыре. Это нормально, что тридцать четырехлетний мужчина после месяца знакомства с женщиной, да? Он им не рассказывает и все просто. Да, это нормально. Тем более, что у него такая история неоднозначная. Через пару дней дверь, мы приехали друзья из другой страны. И он решил попутешествовать на машине. Подложил мне поехать на три дня. Типа, если я отказываюсь, он обидится. Но это манипуляция. Это манипуляция с его стороны. Ну, типа, вы имеете право отказаться ехать. Если не хотите. Вот. И... Похоже на шантаж. Типа, делай, как я вот. Хочу, да. И... Типа, тогда я не обидится. Ну, странно. Ну, немного странно. Дальше. Мне хотелось провести время. Мне сильно влекло к нему. Опять же, влечение. У меня есть любовь, влечение. Это попременно. Это попременно. А дальше у нас был секс. Я не сказал бы, что он ко мне приставал или наставил. А что плохого, опять же, в том, чтобы он к вам приставал или наставил на них? Вот вы на этом делаете акцент. Вот что плохого в этом? Это нормальная естественная мышкая позиция. Да, понятно, что у нее есть, конечно, свои гранты. У нее есть, понятное дело, как бы свой предел. Да, это понятно. А что плохого в этом? Мне сильно понравилось. Ему видно тоже. Но после секса я спросил, когда у него был в последний раз, зачем? Зачем вы спросили? Такое ощущение, что вы не уверены в суде. Он ответил, что восемь месяцев назад жену. На что я спросил, любит ли он ее? Он ответил, что да. Но другой любовью, так как она родила детей и никогда к ней не вернется. Мне было очень больно. Мне было очень больно такой случай. Говорите вы. Я согласен с вами, что это неприятно. Я согласен. Но нужно раскрыть причину того, почему вам было больно. Вы сказали ему, что он вас использует. Но мужчина вас не использует. Потому что, как вы говорите, он не приставал к нему и не настаивал. Как он говорит, что он любит ее любую любовью. Потому что она мать его детей и это нормально. Но вам больно того, что вы сравниваете себя с ней. Как будто вы боретесь что ли с ней. Как будто бы конкурируетесь что ли с ней. Понимаете? Какая штука. И это вопрос. Почему данное поведение для вас является возможным? Возможным. Да. Почему вы, почему вы, начинаете сравнивать себя с другой, ну, с другой женщиной. Вот. Понимаете, какая штука. То есть это ответственность ваша в большей степени, да, чем, ну, чем мужчина. Вот. Вы же здесь. Вы же здесь. По сути перекладываете ответственность себя на него. То есть там больно. За то, что у него есть. Потому что у него есть женщина, которая представляет часть всего прошлого. Вот, слабо больно от того, что у мужчины с вами честен, честен, по сути, и с этим нужно работать, слабо больно. Так, значит, я обиделся, начала прикалывать, сказал, что ты меня используешь, ты мне не утешен, наоборот и, типа, обиделся сам, ну, здесь, опять же, да, если можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но, как бы, идея в том, что мужчине было неприятно, может быть, именно потому, что он вам, ну, доверился, да, он вам доверился, а вы, как бы, отреагировали вот так, то есть, ему, ему прилетело за то, что он вам раскрылся, по сути, вот, и почему-то, почему-то, вы считаете, что мужчина должен был вас утешить, то есть, здесь проявляется ваша детская позиция по отношению к человеку, вот. Это не взрослая позиция, понимаете? вот, о чем я говорил, что где-то в чем-то вы, как, подавляете себя, как бы, подавляете себя, вот, подавляете свои чувства, а где-то они вас неожиданно себя проявляют, вот, и это проявление вредит вашим отношениям к мужчинам, потому что отношения становятся не взрослыми, а детско-родительскими. Смотрите, какая, какая штука, анонимная. Вот, это очень важно, это очень важно и неожиданно раскрыть основания для ваших чинов, основания для такого рода ваших переживаний, очень важно это раскрыть. Дальше, так, значит, потом я сама его обняла, и мы успели, почему вы так сделали? Осадок остался, какой? Какой осадок? Потом я послушал его разговор с друзьями, оказалось, что он не развелся, я спросил, почему, как это значит послушал, вы подслушали или послушали? Я спросил, почему я ответил, брак заключался в Доминикане с нарушением своей законы, он все равно недействительный, зачем разводиться? Это снимает время. У меня его нет, если он решит жениться, то разведется. Но здесь странная позиция, потому что если брак недействительный, то его разводиться не надо, то есть это фиктивный брак, по сути. Я его еще в первой встрече предупреждал, что мне интересны только серьезные отношения. Возникает вопрос, а зачем вам серьезные отношения? Как можно от человека ждать серьезных отношений, если каждый серьезные отношения понимает по-своему? И вы, по сути, заявляя такое, говорите, что мне нужно только то, что мне нужно, игнорируя то, что может человек дать. И именно по этой причине глобально ваши отношения не складываются. Вы не готовы просто принять то, что есть у него. Вам нужно получить то, что нужно вам. Но важно получить это от другого человека. А отношения так не строятся. Кроме того, то, что вы предупреждали, не, в общем-то, противоречит тому, что вы предупреждали, не противоречит его позиции. Брак недействительно. Так было сильно, коло на улице, а я вела малый теплый ночей и поездки, я заболела. А при чем здесь это? То есть вы, как бы, вот, кидаете сейчас претензии, что он молчал. И дальше говорите про, ну, просто, что вы заболели. Это опять же, это опять же детская позиция. Это какое-то вот нежелание о себе заботиться. Прямо честно, типа, ну я же не знал. Я согласен. Я согласен. Но сознательно это так. Но подсознательно, подсознательно. Смотрите, как получилось, что мужчина за вами ухаживал. Это то, чего вам не хватает. Так, он помогал, заваривал в шеи, обнимал, давал теплые вещи, не приставал для секса. Но, опять же, почему вы вот на этом заостряете внимание? Сказал, что нужно, чтобы я полностью поправилась. Когда мы возвращались, при нем мне написал мой бывший, он бизнесмен, известный человек. Мы были вместе 6 лет, расстались, он часто пьет, мы встретились, но я не соглашаю, нет чувств. Почему вы это написали? Почему вы его не заболели? Не очень понятно. Парень проревновал, типа, вот иди к нему, могу подвести на что я ответил, что у тебя жена, иди к нему. Ну и воборот, почему вы ответили, почему вы ответили так. Видите, вы как бы возвращаете, по сути, ему ту информацию, которую вы от него получаете. Да? Вот. Он ответил, что не хочет, не вернется, никогда добавил, что она старая, мне это задело. Опять же, чем вас это задело? То есть, получается, что вас задело, вы в чем-то не уверены, но вы перекладываете эту ответственность на машину. Но все равно ехали держать завтраку. Почему? Снова подавляется в своей тюрьме. Он сказал, что планирует 10 детей и планирует своих привезти сюда, так очень скучает, хочет на них ненькую там заботиться и к нему не забывает, почти не пишет. Когда он ответил с меня домой, то сказал, что не пропадай и поцеловал, и не пропадал на первички. Для чего вы написали про детей? По поводу не пропадай и поцелуй, а ну он понял просто, что с вами ему тяжело достаточно, что вы его не понимаете, что вы думаете о себе. Вот. Я решил написать сама, зачем, спросил, как дела и что болеют. Видите? То есть вы заходите внимание. Написав ему, вы выразили свою потребность его вниманию. Себе. Он это почувствовал. Почувствовал, что вы на него давите. Он сказал, когда к врачу типа переживает, и больше не писал, и больше не слышал доброго утром, а он так ощущал, что вы на него давите. На следующий день я снова решил написать, задать вопрос, интересно ли мы общение. Опять же, во-первых, очень мало времени прошло. Второе, этим вы демонстрируете свою зависимость от него, свою нуждаемость в нём. А это негативное для отношений. И, в-третьих, это значит, что вы не уверены о себе. То есть вы сами сомневаетесь в том, насколько вы интересны человеку. А это в свою очередь убирает то, насколько вам значим мужчина, что приводит нас к тому, что вас к нему увлечил. И влечение нужно разбирать. Так. На что он ответил, что ему интересно, чтобы я поправил? Я спросил, что он не ответил на прямой вопрос. Да, то есть есть опять давление. Он ответил, что да, конечно, интересно, что за вопрос. Выздоравливай. Что он устал и т.д. Сегодня снова не пишет, мне больно. Мне больно. От чего? Я хочу быть с ним. Чтобы что? Чтобы что? Зачем быть с ним? Давайте разбираться. Давайте разбираться с потребностной сферой. Давайте повышать вашу конгруентность. Вы не конгруентны. Может я виноват. Не виноваты, вы просто пытаетесь компенсировать свои чувства за счет другого человека. Другому человеку это не нравится. Как разрулить все? Перестать так сильно нам нуждаться и больше обратить внимание на себя. Сюда самому. Как разрушить так, чтобы все было... Ну, разрешить, наверное, чтобы все было хорошо, если я виноват. Что значит, что все было хорошо? Это кто-то в поверхности. Что значит хорошо? Вам не хорошо, ему не хорошо. Он пытается лечить свои проблемы через вас. Вы пытаетесь лечить свои проблемы через него. Что значит... Чтобы было хорошо. Как это хорошо? Хорошо. Как это? Это оценка. Вот. Либо это уже точно не важно, он просто жалеет меня. А за что вас жалеть? Почему вы считаете, что вас это и за что жалеть? Не очень понятно. Не очень понятно. Но то, что выставляете себя в крайне невыгодном свете перед мужчиной, это да. Это правда. Это так и есть. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если это так, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.